Отправили смс к человеку, у которого мы будем жить И почему-то счета доставки не приходит Так что, ну, будем что-то тогда думать Долетели супер просто Ну, это наше первое официальное видео из Парижа Сейчас мы пытаемся найти автобус Для того, чтобы добраться до Парижа И мы понимаем, что Аэропорт Шароль-де-Голь Огромный просто Ну, и по сравнению с Тегелем Он больше, наверное, на несколько раз Я не знаю, ну, будем пытаться найти Нужный нам автобус Хотя бы для начала найти остановку, на которой вы останавливаете Нужный нам автобус Наконец-то Мы нашли остановку На которой останавливается 350-й автобус Купили билеты Корнет Платки из 10 билетов Ну, собственно, теперь будем ждать автобусы И выжигаться же к Парижу Это все ты не сказал, как мы и стали Да нет Значит, сначала пробежались в этот же Спустились вниз Побежались по второму вверх Пока там все-таки не подошли в информационный келоск Не пообщались с представителем Франции Пока он нам не объяснил, что все-таки нужно сделать А, чуть не напороли ошибок, чуть не поехали на какую-то станцию В другой терминал вообще Да, в другой терминал На поезде еще ехать пять остановок, чтобы купить просто пикет Короче, все вышло очень даже хорошо Оказалось, что выход к автобусной остановке находится прямо практически из того здания, куда мы прилетели Ну, как где мы были, мост, там самолет приземлился Вот, и еще хотелось бы сказать по поводу погоды Погода здесь Холодно, очень холодно Ветер Да, холодно По сравнению с Германией, с Берлином Здесь реально очень холодно Ну, будем надеяться, что это потому, что мы Не в самом сейчас в Париже Не в центре Парижа А загородно, может быть, нам получился Да, пока что ждем Автобус номер 350 Ну вот, мы сели в 350-й автобус и едем Единственное, немножко начали очковать по поводу того, что Отправили смс на чуваку, в которой мы будем жить И почему-то еще до доставки не приходят Так что, ну, будем что-то так задумать Ну, будем надеяться по поводу того, что мы будем жить Но, мы не будем говорить, что мы будем жить В этом году, мы будем жить В этом году, мы будем жить Субтитры сделал DimaTorzok 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 с двумя окошками. Вот здесь толчок. Общий толчок. Вот деревянная лестница, которая до этого, которая спускается вниз. Всё очень узкое. Можно ударить за головы. Лестница нужна для того, чтобы просто выйти на другой коридор. Когда мы первый раз увидели лифт, мы поняли, что он настолько узкий, что... Вдвоём, и то, наверное, едва. Хозяин, когда залазил за нами, как-то вот сжался, если стоял очень скучный. Блин, я не знаю, возможно, даже есть смысл идти пешком, потому что он что-то говорит на французском, мы это не понимаем. Типа, у них не работает, пожалуйста, сейчас спросите. Вот. А сюда есть? Ладно, сюда туда. А, вот здесь вот. А, вот здесь вот. А, вот здесь вот. А, вот здесь вот. Ну, кто знал. Вот такой вот лифт. Ну, кстати, лифт очень чистый, очень приличный. Это не может не радовать, как я уже говорил. Очень современный. Только вот он тогда не едет. У меня здесь не надо. Держи, я тут открыл дверь. По этому выходу мы застреляли. Дверь, наверное, будет. Так, ладно. А тут, если бы, неделю в подъезде провели провести неделю буквально в подъезде, в лифте. В подъезде, в лифте, в неделях в подъезде. Подъезд очень чистый. Мы когда сегодня утром сюда пытались зайти, пошла какая-то женщина с ребенком, она начала видеть на французском, ну, наверное, серийном. Кто-то кипом уйдет, вы видите, сознательные. А, кстати говоря, это Мисуза. Между прочим, еврейская. Так, что возможно. Здесь находится что-то тематическое. Ну, вот, собственно, пол. Пол более-менее просторный. Так, здесь еще надо прикладывать ключ не только при входе, но и при выходе. что-то. МНОК как-то, чем работает. МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ. МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ. МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ. МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ! МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ! Gimme that... Ну! На нее нажимаем! А, и попадаем науке! МНОК КЦЕЖЕРЕТЬ! А вот он, париж. Все, что-то еще. Итак, наша первая прогулка по вечернему Парижу. Довольно прохладно, кстати, даже, я не знаю, по сравнению с Берлином, наверное, все-таки чуть-чуть как-то прохладнее. Но хрен его знает. Сейчас будем гулять, посмотрим. Днем была клевая погода. Днем была клевая погода, да, тут вопросов нет. Смотри, как много здесь всяких кафешек, ресторанчиков. На каждом шагу вообще. Украй, не стопи, везде. На каждом шагу. Решил сфоткать достопримечательность, а в этот момент тут, походу, снимают то ли кино, то ли... То ли что-то непонятное, но тоже интересно. Красота. Вечерний Париж, это просто нереально красивая сказка. Вот идем мы сейчас по ночному Парижу. И споймали себя на мысле, то, что Берлин и Париж, это абсолютно разные города. Они отличаются как небо и земля. У каждого есть какой-то свой стиль. Берлин, он более строгий. Берлин, он более строгий. Более строгий, да. Более строгий, да. Париж, он такой теплый какой-то. Теплый. Маленькие вот эти улочки, вот эти вот перекрестки, куда там шесть или семь дорог там пересекаются. Очень-очень круто. Очень много всяких маленьких кафешек, ресторанов уютненьких. Идешь, вот хочется прям везде посидеть. Ну, по части все те легенды, все те истории про Париж, которые вот... Мы, конечно, не успели за один день, даже за один вечер пропитаться полностью атмосферой Парижа еще. Но потихоньку дело к этому видео. Уже чувствуем, потому что полдня сегодня отсыпались после перелета из Берлина. Не самого легкого. Вот, сейчас, да, идем на вокзал. Как вокзал называется? Вокзал Саент-Плазар. На вокзал Саент-Плазар для того, чтобы победиться в том, что нам все нормально будет с билетами, что мы можем завтра там просто приехать, сесть в поезд. На поезде же едем, да? На поезде, едем завтра в городок Дувиль. Там городок Дувиль и Трувиль. Ла-Манш, пролив. Пляж красивый. Ну, мы, конечно... Ну, вообще, очень-очень-очень-очень. Да, мы, конечно, сейчас понимаем, что те, кто будут смотреть это видео, они совсем не будут нам завидовать. Ну, совсем никак. Ладно, все. Поехали. Вот такой вот в Париже вокзал Саент-Плазар. Что интересно, снаружи он выглядит таким вот старым, красивым, в таком вот старом клевом стиле. А внутри мы можем видеть все современное и клевое. Вот, а завтра вот откуда-то отсюда, сейчас будем разбираться, откуда, мы отправимся в Дувиль. Субтитры создавал DimaTorzok